Меня, походу, сегодня убьет Наташа. Ты офигел, что ли? Почему? Потому что... And then just touch me. Ну, а сейчас Руслашику предстоит все переделывать. Как-то странно звучит. Всем привет. Меня, походу, сегодня убьет Наташа, потому что я заказал PlayStation. А Наташа не очень хотела, чтобы я заказывал PlayStation. Но как такой шикарный телевизор будет без плойки? Короче, такая история. Наташа еще заказала себе стул. Сюда, на рабочее место. А вместо стула сегодня привезут PlayStation. Потому что по стулу мне отзвонили, сказали, что сегодня не смогут, привезут завтра. Но я Наташе ничего не сказал. И когда приедет курьер, она будет думать, что это привезли стул. Ее будет ждать такой сюрпризик, после которого она, походу, меня убьет. Но, ребята, я не могу оставить этот телевизор без PlayStation. Это просто кощунственно. Надеюсь, у меня получится заснять ее реакцию. И она будет не такой жесткой, как мне кажется. На всякий случай, пишите в комменты. Наташа, не убивай Русика. Всем привет из нового денька. Кстати, помните вот это платье? Я в нем ездила в Таиланд. А сейчас это у меня что-то вроде домашнего халатика. Я его очень люблю, это платье. Никак не могу выбросить. Поэтому ношу теперь дома. А тем временем Руслан будет устанавливать зеркало в ванной. Всем приветики. Давайте без ножа вот так. Всем приветики. Супер бюджетное зеркало за 470 рублей. Всю дорогу мама думала, что оно пластиковое, потому что оно очень легкое и довольно дешевое. Ну, вроде бы зеркало настоящее. Стекло, да. Просто очень тонкое. Кстати, я же сейчас отбеливаю зубы. И я уже подхожу к финальной стадии отбеливания. И смотрите, какая у меня улыбочка. Причем обзор на кукольный канал я сняла еще до отбеливания. И вчера выложили видео, и мне там все пишут. Желтые зубы, почему они такие желтые? А я сижу и понимаю, что все, я их уже отбелила. Но ничего, в следующих видео будет моя белозубая улыбка. Очень я довольна результатом. Руслашка тоже заметил. Да, Русик? Да, очень заметно вживую. Прям какой-то резкий контраст причем. Надеюсь, они так же резко потом не потемнеют. Я тоже очень надеюсь. Я первое время, наверное, даже чай и кофе буду через трубочку пить. На паранойя. Мама пришла контролировать процесс, как мы будем вешать карнизы занавески. Так, ну я думаю вертикально. О, кстати, смотри, чтобы полоски совпадали с плиточкой. Вот, получается тогда и слева, и справа взял. Да, только она немножко смещена влево от раковины. Ничего страшного. Надо в центр между вот этим, а не в центр раковины, потому что раковина сбоку. А пока Руслан вешает зеркало, мы будем с мамой распаковывать шторы и всякие прибамбасы для них. Все распаковали, и тюль почему-то вкусненько пахнет. Какой-то химический вкусный аромат. О, шикарно вообще. Ну, не шикарно, но хотя бы теперь будет удобно. Не, зеркало хорошее. За свою цену вообще прекрасно. Все, погнали дальше. Сейчас будем тестить наш пылесос вот здесь. А еще у нас тут радость. Приехал курьер и привез очень много всего от Mary Kay. Вот такие замечательные розовые бутылечки. Смотрите, здесь какая красота. Сейчас камера сфокусируется. Для мамы вот такой уход в 45+, и еще ароматы. Короче, у нас от девчачьей радости... Так, мы начинаем вешать карниз. Руслан уже там примеряется. Сейчас Русик станцует вам танец Satisfaction. Руслан! Satisfaction куречка. Push me and then just touch me. А вообще, кстати, мама сказала, что в процессе ремонта и выбора все семьи ругаются и пары расстаются. Руслан, что ты... Как ты это прокомментируешь? Это нам писали в комментах. Мы пока еще не расстались. Ну, ты весь комментарий, что ли? Не, ну, мы, можно сказать, не ругаемся. Да, бывают какие-то споры, но быстро все улаживается. Как-то у нас получается. Не знаю, как это работает. Это, видимо, сказывается то, что мы очень давно вместе. И еще то, что мы... Мы очень друг друга любим. Молодец. Я не держала сейчас дуло пистолета за кадром. Он сам это сказал. Она просто всю ночь дрессировала, спать не давала. Я его дрессировала, кстати, фильмом «Звезда родилась». Потому что это фильм про настоящую любовь. Мама, короче, накаркала. Мы тут немножко ссоримся на тему того, как повесить шторы. Потому что Руслан их сделал прямо под самый плинтус. И в итоге плинтус не видно. Как-то мы друг друга недопоняли. И, походу, все придется перевешивать. Потому что хотим, чтобы было видно плинтус и небольшое расстояние под ним. Такие дела. И, кстати, я хотела вам кое-что показать. Та-дам! Мы вчера смотрели фильм «Звезда родилась» на нашем новом телевизоре, который вчера привезли. Мы безумно рады. Телевизор большой. Я, честно говоря, сначала как-то, ну, вы видели в предыдущих влогах, была морально не готова к такому количеству покупок техники. Но Рус уже хотел закрыть этот гештальт, купить все, что нам не хватает. И я, конечно, в итоге очень довольна. Безумно. Телевизор Sony. У него очень хороший звук. Нам вчера при просмотре фильма все очень понравилось. У меня было ощущение, что я прямо у них там на концерте. Так что можете нас еще раз поздравить. Мы прямо очень-очень-очень рады. Не можем от него отлипнуть. Постоянно подходим, смотрим, наслаждаемся картинкой. Ну, а сейчас Руслашику предстоит все переделывать. Это, конечно, жесть. Он сейчас обедает. Немножко злой. Но я надеюсь, что когда мы закончим все это, обстановка в семье стабилизируется. Пришел курьер. Что, стул на так понесли? На так что там? Я стул взяла. Ребята, я пока живой. Ты офигел, что ли? Потому что... Я с тобой обсудили же. Котик, ну пойдем вот посмотрим. Я не играю в PlayStation. У меня вообще как-то... Да я тоже, можно сказать, не играю. Просто иногда вот хочется, но очень редко. Если прям совсем сильно играть, то можно работать перестать. Но... Можно держать себя в руках. Ну вот, Наташа, посмотри. Ну как такой телевизор может быть без PlayStation? Вот трезво подумай. Вот как? В этом месяце жить на что мы будем? На PlayStation? Пойду заваривать доширак. Я купил нам доширак на целый месяц. Ой, все, не врен. Что-то не купил. Все, знаете, целую. Ты и так провинился? Ну, подписчики скажут, что меня поддерживают. Обязательно тебя попросят не ругать. Откуда ты взял это? Вот из этого видео. Я ждала вообще-то стул себе. Стул позвонил и сказали, что привезут завтра. Может, на PlayStation пока посидеть сегодня. Ты вообще провинился Бухти, что ты за шторы. Тебе еще и подарочек приехал. Ужас. Иди все тебе. Нет, это нам. Это нам и это... Ко мне мой друг Данька приедет. Мы будем играть с тобой. Иди все шторы переделывать теперь. Да, я буду переделывать шторки. Да, теперь точно будешь делать, пока не доведешь до идеала. Потому что ты наказан. Да я пойду поиграю часик, Наташа. Ты какой маленький, а, котик? Злой котик такой. Тебе обижено. А это поэтому ты сегодня цветы мне купил? Какие цветы? На кухне которые стоят. Нет, котик цветы купил, потому что я очень люблю. Я так и знала. Я прям когда ты вошел с тюльпанами, я сразу почувствовала подвох какой-то. Нет, вот если честно, вышел на улицу, погода хорошая, солнышко светит. Не захотелось тебе приятного сына. Я на подкорке уже просто. Ну может быть, я же за себя не отвечаю. Вставляю металлические крючки. И мама говорит, до чего техника дошла. То, что раньше колечки пришивали к занавескам. А теперь смотрите, как все продумано. Здесь много-много вот таких, как сказать-то, Руслан. Короче, все продумано, чтобы вставить вот этот металлический крючок. И чтобы вот здесь образовалась сборка. Ну это, конечно, такое дело кропотливое, но удобно очень. Ура, повесили тюль. Даже три тюля. Чуть-чуть она длинновата. И вверху, как видите, сделали расстояние теперь. От плинтуса до карниза. Все, Русик молодец. Рад стараться. Помните, я говорила, что мама с предубеждением относится к шторам из Икеи. А теперь говорит, какое богатое окно, как хорошо смотрится. В комнате самое главное окно. И уже одной ногой в Икеи хочет себе тоже покупать шторки какие-нибудь. Не прошло и годы, мы повесили занавески. Ура! Под чутким руководством мамы и с нервами Руслашика мы это сделали. Зато теперь висят так, как мы хотели. Только единственное, они очень длинные. Поэтому нам нужно будет отмерять, сколько нам подрезать нужно. Поэтому, может быть, вы нам посоветуете вообще, как сейчас, вот, например, у вас дома. Занавески чуть-чуть волочатся по полу, или вы прям так подрезаете, чтобы они висели и не касались. Для меня это пока нерешенный вопросик. Мое рабочее место стало еще уютнее. Занавесочкой вот здесь, с лампочкой. Не хватает только стула, который уже скоро появится. Наташа вчера в итоге такую вещь сказала. Эх, как же я так жила без плойки. Играла вчера до трех часов ночи в PlayStation. Что за клевета? В смысле? Так у меня пруф есть, вот, смотрите. Я ДМ-ку прошла одну. Не подходи, не то я прыгнул. А что у нас тут происходит, Наташа? Попалась по личному. Ты специально все подстроил. В смысле все подстроил? Потому что ты все подстроил, ты не включил этого Конора. Завлекайся на мастер, не могу его отликнуть. А, ну что, нравится тебе играть? Запустить заложницу, успокоить, убедить Даниэля. Ну, тихо. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Затягивает, Наташа? Затягивает, я такого еще не видела. Эмма и ты. Нет, я опять иду тем же путем. Там 15 минут игры, и все. Я хотя бы ознакомилась с тем, почему фанатеют мои подписчики. У многих на аватарке Конор, и теперь я в тени. Все, это была чистая ознакомительная игра. На аватарке себе будешь теперь Конора ставить? Если я когда-нибудь пройду эту игру, то возможно, потому что парень-то импозантный. Можно зафанатеть. Пошел ревновать, короче. Руслажка, ты лучший Конора, ты настоящий, ты не андроид. Ну, а сегодня, наконец, Наташе привезли ее стул, который должны были привезти вчера, но привезли вместо него PlayStation. Так что сейчас будем собирать и обустраивать Наташу на рабочее место. И у меня в Инстаграме была рубрика «Подписчики управляют моим стулом». Как-то странно звучит. Они там проголосовали за цвет, и сейчас мы узнаем, последовала я их советую или нет. У меня тут на столе, кстати, новый чехол на MacBook. Вчера пришел с Алиэкспресса. Вот такой стильный, модно-молодежный. Геометрия плюс растения. Оставлю вам ссылочку в описании. Там есть и другие вариации разных цветов. И напомню вам, как выглядел мой компьютер до этого. Уже очень давно у меня вот такой розовый чехол с моими стикерами, самолюбованием и все такое прочее. Я решила, что хватит уже, налюбовалась. Можно и заменить. Ну и плюс он уже старенький, потерся. Так что вот такая у меня будет красота. Ты мне весь паркет поцарапаешь. Вот, вот, вот он белый в итоге. Я, наверное, дня два кликала на фиолетовый и белый. Фиолетовый и белый выбирала, и в итоге выбрала белый. И в голосовании тоже победил белый. Так что спасибо вам за совет. Конечно, многие рационально говорили, что белый в марке, что испачкает, собери фиолетовый. Но мне захотелось все-таки к белому столу. Белый стульчик, мне кажется, классно впишется. Давайте распаковывать. Вот такой стульчик получился. Я довольна в целом. То, что он в марке, можно заметить уже сейчас. Вот. Это руки Руслана. Он собирал, трогал вот эти все детали, и вот уже след остался. Так что я понимаю, на что иду с этим стулом. Надо будет протирать, быть аккуратным. Но это, конечно, аккуратность. Это не про меня. Но в любом случае беленькие красиво смотрятся. Единственное, конечно, я заметила, что пластик на колесах отдает в розовый. По-моему, даже на камере это заметно. Они не кипельно-белые. Как должны были быть. Вот. Мы либо забьем, либо что-то с этим сделаем. Но я уже позвонила в магазин, они сказали перезвонят. В принципе, издалека непонятно, незаметно. Что скажешь? Да скажу, у тебя все равно стул в черный, поэтому ты такая разница, с каким ценным колесом. Ну хватит. Что ты меня как эту, свинюшку какую-то представляешь. Сейчас я поставлю его в свой кабинет и попробую присесть. Вот мое кресло руководителя к работе готово. Здесь можно регулировать высоту, но спинка не откидывается, чтобы не расслабляться, быть в тонусе. По колесам, кстати, нам только что перезвонили и сказали, что у них в наличии есть черные, либо белые, которые отдают в розовые. То есть они мне подтвердили, что у них все белые вот так слегка розовят, поэтому смысла отменивать нет. Но, честно говоря, когда мы их уже поставили, в принципе, они чуть-чуть закрыты заглушками и не так уж и бросаются в глаза, то, что они розовые. Я думаю, что издалека и на камере даже это вообще незаметно. Поэтому не буду расстраиваться из-за этого. Стул мне в целом очень нравится. У нас процесс смены чехла. Рус его почистил. Смотрите, он прям как новенький. Конечно, он у меня был очень грязный. Рус говорит, что я могу вообще тут блюдо какое-то приготовить из того, что из него высыпалось. На супчик хватило бы материала. Ладно, давай делаем его стильным, модным и молодежным. Да, он и так стильный, посмотри. Понятно. Я вот соскучился по нему, сколько мы его не видели таких. Ну, а сейчас еще круче будет. Все, надели чехольчик. Производитель мне еще в подарок прислал клавиатуру, накладку точнее. Но она такая не очень качественная, резиновая, ее ненадолго хватит. Ну, на время постелю. И напоминаю, что ссылочка на подобные чехольчики есть в описании. Хотел вам кое-что рассказать. После того, как я рассказал историю про Дэнди, многие в комментариях меня жалели и хотели мне даже подарить Дэнди. Говорили, Руслан, нам тебя так жалко, нам хочется подарить тебе Дэнди. Покажу вам сейчас кое-что. Дэнди у меня есть. Вот тут она прячется в шкафчике. Купил ее в сознательном возрасте. А так, в детстве у меня тоже в итоге появилась Дэнди. Потом мне ее все-таки купили. Спустя какое-то время. А теперь у меня есть и Дэнди, и Плейстейшн, и даже Наташа. Плейстейшн. Пойдет тоже играть. И Наташа. Чтобы оправдать ее наличие в этом доме. И не сильно обижаться на тебя. Давай снимем видос, управляю Наташей. Иди. А теперь киваешь прямо. Отсеверить назад. Оно работает, ребята. Моя с твоей фигурой на месте замы. Еще раз спасибо вам за сочувствие. И помните, мечты сбываются. Нужно только время. И немножечко постараться для этого. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что прокачивали нашу квартиру вместе с нами. Мне кажется, мы ее очень круто прокачали. Мы снова окунулись, как будто в ту атмосферу переезда. Немножко поработали. И обратно кайфовать, обставлять все вокруг. Это очень приятный хлопот. И спасибо, что разделяете это вместе с нами. Если еще какие-то будут новости, обновления, связанные с нашим обустройством, обязательно вам все расскажем и покажем. Так что не переключайтесь с нашего канала. Скоро с вами увидимся. Все, пока-пока. Наташа, что, работать-то пойдешь? Ну, хватит. В смысле, это ты сказала, пока я встречаю курьера, если подержи пульт. Там еще квадрик есть. А это куда делся? Утопило что-нибудь? Утопило. Ну, я такой себе водитель, конечно. А что он плохо бегает у меня? Все, я его пупила. Он же выдыхается практически. Все, выключай, пожалуйста. Пойдем работать. Да. Делать фото, начнем. Пойдем работать. Спасибо. Есть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok